Я всех приветствую на своем канале Винчфам и Чинчфам и с вами Лена. Так как пицца у нас часто гости на нашем столе, то мы с мужем решили с вами поделиться нашим рецептом пиццы. К нам часто приходят гости и очень любят наши пиццы. У нас есть свой секретик, о котором я сейчас расскажу, а это действительно дело в тесте. Итак, ингредиенты сейчас для соуса находятся на экране. Нам для этого понадобится оливковое масло, банка томатов, базилик, чеснок, ну и соль, перец по вкусу. Лучше всего, конечно, если у вас есть возможность, чтобы продукты были итальянского происхождения, но если нет, то это, конечно, не страшно. Сначала режем чеснок мелко, а также базилик за этим. Ставим на огонь кастрюлю и в оливковом масле мы поджарим чеснок. Чеснок жарится на среднем огне, смотрите, не пережаривайте его, чтобы он был таким вот мягким и прозрачным. Затем туда добавляем томаты. Так как они у нас целые, мы лопаткой их размельчаем. Соус готовится на медленном огне примерно час. И мы также добавляем туда базилик для аромата. Ингредиенты для теста вы сейчас видите на экране. Любой посуде с меркой мы растворяем дрожжи в теплой воде. Два пакетика. И также столовую ложку сахара. Все это перемешиваем, чтобы дрожжи растворились. Сейчас пойдет секрет. Столовая ложка соли смешивается с манной крупой, твердого помола, а также мукой. И из-за этой смеси именно муки и манной крупы получается тесто более таким живым, что ли, таким итальянским. Все перемешиваем. Если у вас есть машина, то в машине. Если нет, то, конечно, руками, как раньше делали это мы. Но, к счастью, у нас появилась такая помощница, которая делает эту работу за нас. Тесто отстает легко от крючка, значит оно готово. Затем его мнем с мукой. И ему надо дать где-то примерно час, чтобы оно выросло в размере. Мы помещаем его в пищевую пленку. Но, честно скажу, немножко тяжело оно отходит, поэтому можно покрыть просто полотенцем кухонным, можно в какую-то посуду, то есть это делайте, как вам удобнее. Все перемешиваем, затем разделяем на вот такие вот клубочки. Мы приготовим где-то 2-3 пиццы, остальное мы заморозим, потому что самое лучшее, это приготовить сразу килограмм, замораживаем тесто в морозильнике, оно всегда у вас готово. Даже если нагрянут гости, то пока подадите там напитки, тесто разморозится, и за 10 минут будет готова пицца, тем более, что на пиццу можно положить все, что угодно. Раскатываем тесто любой формы, это может квадратная, прямоугольная, круглая, как вам угодно. Главное, чтобы это было качественное и пицца получилась вкусной. Такое вот тонкое тесто у нас получилось, и теперь мы его кладем на решетку. Сверху мы сначала мажем оливковым маслом, ну а и затем, наконец-то, нашим соусом, который у нас готовился целый час, и он стал действительно вкусным и ароматным. Ну и, как я сказала, на пиццу можно действительно положить все, что угодно. В Италии меня даже удивило, что они готовят пиццу с картошкой, так что смело кладем все, что душе угодно. В этот раз мы приготовили одну пиццу с сыром и с салями, а вторую пиццу мы уже сделали овощной, цареллой, всевозможными цукини и другими овощами. Я, если честно, предпочитаю больше овощной пиццы, но это, конечно же, дело вкуса. Итак, ставим пиццу в духовку примерно на 220-250 градусов. Готовится она быстро, у нас, например, за 10 минут, ну, конечно, наблюдайте. Каждая духовка готовит по-своему, украшаем все базиликом, а еще очень вкусно добавлять сверху свежую рукаву, потому что она добавляет такую вот свежесть пиццы. Что ж, наша пицца готова. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. А я говорю, до следующей встречи в новых видео. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok